Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы обратимся сейчас к 10 главе книги пророка Осии. Текст 10 главы непосредственно продолжает все то, что было сказано и в 8 и в 9, и в общем с точки зрения стилистики и с точки зрения содержания. Тем не менее, конечно же, поскольку пророк по нормам и правилам поэзии снова и снова с небольшими модификациями повторяет примерно одни и те же мысли, для того, чтобы они все-таки как-то отпечатались и дошли до сознания слушателей, вот здесь эти модификации могут быть и являются достаточно важными. В частности, пророк говорит в самом начале главы о том, что Израиль, ветвистый виноград, кстати, не он первый и далеко не он последний, применяют этот образ к народу божьему. И чем больше у него плодов, тем больше он умножает жертвенники. То есть, таким образом, речь, по-видимому, идет о том, что в Галилее, в Северном Царстве, чем больше поднималось сельское хозяйство, появлялись новые плоды, виноградника и так далее, все больше и больше строили жертвенники всяческим местным божествам или не местным, но таким же, по сути дела, выдуманным, ложным и мерзким, как было сказано в предыдущей главе, божествам. И вот Господь говорит о том, что в этом тоже нет никакого смысла. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Разделилось сердце их. Пророк говорит о том, что когда люди не верны уж ни Богу, ни какому-нибудь другому, но хоть кому-то одному нет. Когда люди поклоняются всему, что попадется на жизненном пути, это, конечно, ведет к разрушению. Обратите внимание, это тот редкий случай, когда осуждается, обличается не только предательство, собственно, единого Бога, Бога Израилева, но и то, что народ Божий, ну так и шныряет по жизни с поиском каких-нибудь еще божеств, которым бы еще попоклоняться из чисто спортивного как будто интереса. И вот Господь говорит о том, что это все тоже катастрофично. Дальше еще одна важная мысль, которая тоже не бросается в глаза, произносит ее пророк как будто вскользь. И между тем это по-настоящему важно. Вот эти самые люди говорят, нет у нас царя, потому что мы не убоялись Господа, а царь что он нам сделает? Вот такая фраза не вполне ясная, что же, собственно, имеется в виду. Речь идет о израильтянах, которые говорят о том, что а мы вообще в состоянии полной анархии, можем делать все, что хотим, и никто не может собрать нас, структурировать и организовать в какое-то маломальски интегрированное общество. Просто вот хаос случайных людей, живущих на определенном пространстве, потому что они говорят, ну мы Бога-то не побоялись и предали, а уж что нам тогда, какой бы то ни было, царь. Вот такая вот абсолютная анархия. На самом деле, конечно, и в древнем обществе не до конца полной была подобная анархичность, но зато, на самом деле, я думаю, что надо увидеть, до какой степени легко это может быть отнесено к современному обществу, к современному обществу, которое тоже, конечно, Бога не убоялось, и, в общем, насчет порядка, какой-то упорядоченности, определенности, мы бы теперь сказали, единого правового режима для всех, например, и так далее. Вот этого всего тоже нету. Пророк таким образом обращается к мысли, здесь, собственно, к царю, не как к царю, а как к возможности упорядоченного существования общества. Ну, вот он говорит, что если люди не убоялись Господа, то надежду об упорядоченном существовании можно оставить. Она нереальна. И все, что люди говорят, оказывается при этом ложью. Теперь смотрите, дальше пророк говорит о том, что и царь, и сам царь исчезнет, и те плоды и идолы, результат художественного творчества, которыми все пытаются поклоняться, все это исчезнет. Постыжен будет Ефрем, посрамится Израиль от замысла своего, исчезнет в Самарии царь его, царь ее. И вот он говорит о том, что в тот момент вот эти высоты, на которых израильтяне ставят жертвенники, все это будет заброшено и зарастет травой. Тернии и волчицы вырастут на жертвенниках, и скажут они горам покройте нас, и холмам падите на нас. Здесь речь идет о том, что вот стыдное, сделанное Израилем, стыдное перед Богом, предательство перед Богом, вот оно влечет за собой такой позор, что и люди, и сами места, где это стыдно совершается, предпочитают скрыться под поверхностью гор, говоря горам покройте нас, и холмам падите на нас. Ну и, как вы понимаете, это то самое место, которое цитирует Господь Иисус на крестном пути. И действительно, это достаточно убедительное такое прообразование. И, наконец, дальше, во второй половине главы, пророк, как это бывает обычно в пророческих проповедях, вот обличение и предупреждение обращается, ну хотя бы до некоторой степени, к тому, что, собственно, надо делать, для чего дается эта проповедь, для чего дается это пугающее пророчество. И вот пророк говорит о судьбе Израиля и Иуды, но он говорит о том, что это все изменится. Иуда будет пахать, Иоакова баронить на Ефреме на северных коленах. Ну, потому что, в общем, с политической, отчасти военной точки зрения, конечно, северное царство было гораздо мощнее, и смотрели они обычно на южное с глубоким таким презрением, считая, что, ну вот, это южное царство, это совсем уж ничто, слабое, немощное и так далее. Ну вот, здесь пророк говорит, нет, будет наоборот, будет наоборот, Ефрем, обученные телиться, на Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иоакова будет баронить. Вот что, собственно, означают эти выражения. А дальше пророк говорит, сейте себе вправду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Таким образом, пророк не ограничивается только одним указанием на то, что вот вы такие плохие, что будет вам катастрофа. Это, если хотите, обращение, которое нужно для того, чтобы достучаться до внимания человеческих душ. А, собственно, призыв-то вот здесь, в 12 стихе, «Сейте себе вправду, и тогда вы пожнете милость Бога». Время взыскать Господа, чтобы он, когда придет, пролил на вас правду. Таким образом, посмотрите, с двух противоположных сторон, об одном и том же говорит пророк. «Сейте себе вправду», то есть он призывает пытаться в своей жизни, в своих взаимоотношениях поступать по правде. И одновременно он говорит, что это Бог дождем прольет на нашу жизнь эту свою правду. «Вы возделывали нечестие, пожиналите беззаконие, едите плод лжи, а время съедет в правду для того, чтобы правда пролилась дождем». Вот это может быть попытка пророка подвести в каком-то смысле итог его проповеди, по крайней мере, этой части его проповеди, потому что в следующей главе этот же текст в сущности будет продолжен, но с совершенно другими и новыми акцентами.